8 апреля. 57,8. Минус 200. Ну, минус 200 это один из самых плохих результатов. Но все же результаты. Сегодня очень холодно. Я шапку вчера забыла на работе. Я пока дошла, у меня уши так замерзли. Просто, не знаю, настолько дискомфорт в ушах. Боюсь, чтобы ничего не было плохого. В общем, я одела шапку, грею уши, голову и пока не снимаю. Ну, что мне нравится. Красивенько. Так, 9 часов, время завтракать. Вы помните, да? Интервальное голодание. В 9 утра завтрак, в час обед и в 5 часов, в 17 часов ужин. 3 приема пищи в течение 8 часов. Здесь у меня борщ. На обед я взяла себе тоже борщ. Не хочу никаких сырых овощей. У меня от них уже немного не по себе. Здесь у меня вот это кусочек мяса. Это куриное филе. Вареное куриное филе без соли. Вот этот кусочек мяса пойдет на завтрак. Вот этот кусочек мяса пойдет на обед. И вот эта морская капуста с яичком останется у меня на ужин. Между приемами пищи я пью воду с лимоном и зеленый чай с лимоном без сахара. За прошлый день у меня было минус 200. Всего лишь я подрастроилась, потому что я отпахала на минус 400. Но у меня весы такие, зараза. Они неправильно вес показывают. Я с ними боролась полчаса. Я становлюсь на весе, они мне показывают 58. Вчерашний вес. Ну какие 58? Если мне нужно минус 400. Я отпахала на 400 грамм. Они мне 58 лепят. То же самое было вчера. Они мне показывали вчерашний вес. Вот 58,4. Я становлюсь, они 58,4 показывают. Вот полчаса я с ними и двигала, и батарейку убирала, память стирала. В итоге они мне выдали 58. Сегодня они мне... Да, сегодня они мне выдали всего лишь 57,800. Мне надо было 57,600. Короче, я Жеке сегодня с утра уже вынесла мозг, что мне нужны другие весы. Привези мне другие весы. Я знаю, у кого можно попросить. На 2 недели. Потому что с этими весами кашу не сваришь. Я зафиксировала за сегодня с утра 57,800. Но я помню, что 200 грамм они зажали. За сегодня я скину минус 400, плюс 200 завчера. Вот завтра они мне должны показать минус 600. Да, я хочу, чтобы весы мне показывали каждое утро минус 400. Всё, буду завтракать. Приятного аппетита. Я с утра настолько замёрзла. Я вот как одела утром шапку, я так и не снимаю. Целый день в ней и хожу. Час дня, время обедать. Где мой борщ? Вот мой борщ. Где моё всё остальное? Вот. Вы знаете, вот 4 часа, в принципе, я нормально выдерживаю. После 12 начинает хотеться кушать. Я смотрю на время. Сколько же времени? 12. Начало первого. О, нормально. Говорят, что новая привычка приобретается в течение 21 дня. Ну, я уверена, что если 21 день вот так вот питаться, ну, в определённое время, то это точно станет привычкой. Уже организму сам будет реагировать на время и подсказывать. Пора кушать. Приятного. Пять часов ужинаем. Яичко с капустой. Чай пила вот такой майский. Потом пила-пила, надоел. Не хочу. Сегодня взяла вот такой чай зелёный, тянь-шань. Ой. Две чашки выпила, всё, тоже не хочу. Короче, по-моему, я уже зелёным чаем опилась. Уже не хочется. Хочется мак-кофе попить с сахаром. Ну, я подумаю, стоит ли. Нет, не буду я пить мак-кофе. Буду терпеть. Сегодня четверг. Пятница, суббота, воскресенье. Жёсткая диета. Опять же, без сахара. Ну, воду буду пить тогда. В воскресенье вечером я вхожу в 36-часовое сухое голодание. Это 36 часов без воды, без еды. Во вторник утром выхожу. И во вторник утром уже будет такое контрольное взвешивание. Это, по моим подсчётам, это уже должно быть 55 килограмм с копейками. Тем не менее, уже 55. Так что терпим. Сегодня вечером опять спорт. Я надеюсь, Евгений привёз другие весы. И завтра утром взвесываемся. Доброе утро. Сегодня у нас 9 апреля. Я на работе. Уже где-то полдесятого. Но я до сих пор в себя ещё не пришла. Это просто. Я сегодня утром проснулась. Ну, я проснулась где-то за полчаса до будильника. Вроде выспалась, полежала. Будильник зазвенел. Давай вставать. Понимаю, что у меня голова кружится. Такая слабость. Ручки трусятся. Кофе какой-то. Я, ну, и до сих пор у меня такое состояние ещё слабость. Я вот жду. Чуть-чуть меня попустит. Ещё потом чаю выпить. Чаю нормального чёрного с сахаром. Чтобы прийти в себя. В общем, стала я. И я понимаю, что мне нужно срочно что-то сладкое съесть. Вы знаете, допустим, астматики. У них когда приступ, я так понимаю, что они всегда должны с собой носить вот этот флакончик. Что там они себе пшикают. Пшикают. Потому что когда у них начинается приступ, им сразу нужно попшикать. Чтобы вот... Или там болезнь какая-то. Что если начинается, то нужно сделать укол, ввести какое-то вещество и станет легче. Вот я так встала с кровати. Я понимаю, что мне надо срочно съесть что-то сладкое. Бой, я сейчас просто упаду. Я вспоминаю, что у меня там на кухне есть пакетик горячего шоколада. Да, чтобы шоколад. Ну, я понимаю, я сразу понимаю, что мне хочется. Вот вспоминаю за шоколад. И хочу попить нормального чая. Чёрный чай с сахаром, сладкое. В общем, я иду на кухню, нахожу этот пакетик. Вчера, видела в холодильнике, оставалось немножко молока. Как раз на чашку. Ну, я молочнее сказала, чтобы они его допили. Там чуть-чуть творога оставалось. В общем, чтобы творог и молоко съели. Чтоб не было. Съели, выпили. И тут думаю, господи, пожалуйста, чтобы они его не выпили. Пожалуйста, чтобы в холодильнике оставалось молока. Ну, вот как раз на чашку. Нашла этот пакетик. Открываю холодильник. Слава богу, молоко есть. С тросющимися ручками. Грею молоко. В общем, сделала себе горячий шоколад. Сижу, пью, боюсь, что чашка из рук выпадет. Вот одной рукой держу чашку. Рука трусится. Другой рукой с ложечки сёрбаю. Это рука... Короче, голодная. Как это? До голодного состояния. Голодный, чуть ли не голодный обморок. Наверное, это так называется. Я когда на диете, когда худею, я очень хорошо чувствую, что у меня организм просит, что мне нужно. Вот вчера вечером, первый звоночек был. Нет, это был второй звоночек. Вот здесь у меня зелёный чай. Я не хочу уже зелёный чай. Я хочу мак-кофе. То есть сладкое. Но я умом решила это проигнорировать. Нет. Я буду жёсткую диету дальше держать. Проигнорировала. Пришла, естественно, домой. Ничего не ела, не пила, кроме зелёного чая. Вот сегодня утром выдала. И днём вчера заходила в магазин и думаю, я хочу сыра. Думаю, какой сыр? У меня ж тут борщи, у меня ж тут низкокалорийная еда. В общем, сегодня еле сползла с кровати. Выпила горячий шоколад. Выпила чашку чая сладкого с лимоном. Съела всё в союзное печенье. Там пять кусочков было. И вот до сих пор не могу прийти в себя. Более-менее посидела. Потом пошла ещё 15 минут. Полежала на работу. Сегодня вообще опоздала. И вот ещё не разделая, стою. Как бы прихожу в себя. Сегодня у меня никаких супов и низкокалорийное ничего. Я поняла, что мне надо сегодня нормально поесть, прийти в себя. А что мне хочется, сегодня я буду пить чёрный чай с сахаром и с лимоном хочу. И бутерброды. Просто бутерброды, колбаса с сыром. Всё, мне на сегодня уже ничего не хочется. Захочется, возьму ещё шоколад. Куплю молока, шоколад сделаю сладкое. Чтобы я сегодня пришла в норму. Чтобы завтра с утра я была уже в нормальном, рабочем состоянии. Чтобы опять могла посидеть на диете. Такой низкокалорийной. Ну и для себя, вот какой инсайт. Я не буду гнаться за минус 400 в день. Для того, чтобы мне дойти до 50 кг, ну или даже 52, вот сейчас 58 до 52, это мне нужно 15 дней. Если считать по 400 грамм в день. Я уже всё посчитала. 15 дней я просто так не выдержу. Организм дал об этом чётко понять мне сегодня. Инсайт. Не надо, не буду гнаться за 400 грамм в день. С минус 100 грамм в день это тоже результат. Пусть к маю я дойду до своей цели 52,50. Вот когда нормально себя чувствую, в таком хорошем состоянии, я буду делать 2 дня, допустим, там низкокалорийная еда и плюс по максимуму спорт. Ну 2-3 дня. Затем можно расслабиться чуть, поесть бутербродов, попить сладкий чай. Вот так. Буду идти таким темпами, чтобы без срывов и без вреда для здоровья. Всё. Пока. Всем привет. Я жила. Сладкий чай с сахаром и бутербродом, колбаса с сыром меня спасли. Я живая. Он даже поубирал, а порядок навела. Спасибо. 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 Спасибо.